Придут друзья, Алехандро. Тебе не придётся скучать в компании молодёжи. Я пригласила Эстебена. Хорошо? Извини, но я не смогу прийти. Мне нужно уладить кое-какие дела. Дорогой, отмени их. Нет, это невозможно. У меня важная встреча. Прошу тебя. Прости, любимая. Не могу, значит не могу. Не настаивай. Пипо. Любимый. Ты всё своё время посвящаешь работе. Именно ей мы обязаны нашим благополучием. Я очень ответственно отношусь к работе. Да, дорогой, но ты так много работал. Теперь ты можешь посвятить какое-то время семье, детям, своей любимой жене. Йоланда, поговорим об этом потом. Да, конечно. Я, пожалуй, приму душ и переоденусь. Я встречаюсь с этим парнем сразу после работы. Так ты не придёшь на ужин? Не могу, Йоли, не могу. Я должен отужинать с ним. Уходи, Серка. Привет. Привет. Что за лицо? Ты чем-то расстроена? Нет, ничего, всё в порядке. Ты уходишь? Да, на фотосессию. Не погладишь это? Спасибо. Можно войти? Конечно. Смотрю, свет уже включили. Как ты решила эту проблему? Гуччи оставил деньги в кармане других штанов. Ну, и хорошо. Я очень рад. А как у него дела в школе? Он очень старается, правда? Ну, он немного ленив, но учится прилично. Но он вечно гуляет где-то? Да. Это точно. У него нет своей комнаты, поэтому предпочитает быть с друзьями на улице. Это понятно. Но так он может попасть в дурную компанию. Он что-то уже натворил? Говори. Да нет. Не волнуйся. Просто Гуччи считает, что хорошо знает улицу. А это не так. Для этого нужно родиться в этой среде, как я. Эми, пойми, жизнь улицы непроста. Я думал, ты выберешься быстрее. Я был с грифом. Как дела? Я нашел то, что мне было нужно. Ты уверен, что это можно превратить в машину? Это будет больше, чем машина. Уникальная модель. Ручной сборки. Если вообще поедет. А это что за машина? Какой-то парень притащил ее. Вот бы нам такую. Единственное, чего нам не хватает, это денег. И когда же он заберет ее? Послезавтра. А ключи у тебя? Да, а что? Давай. Ты женщина. Он не станет тебя слушать. Предоставь это мне. Я поговорю с ним, как старший брат. Лало. Лало, сынок. Россия ждет тебя. Ах, да. Увидимся позже. Спасибо, Лало. Хенероса. Тебе не кажется, что с Гуччо что-то не так? Говоря по правде, эта история со светом показалась мне более чем странной. Я ухожу. Пока. Удачи, Моня. Спасибо. У бедной девочки фотосессия. Будет сниматься для рекламы. Мария Эмилия, что из этого выйдет? Это фото для рекламы? Дай бог появится где-нибудь один раз и все. Моника говорит, что на сей раз это серьезно, что это заказ для всей Латинской Америки. Дорогая, да простит меня Господь. Не нравится мне поведение твоих родственников. Да и за тебя я беспокоюсь, Мария Эмилия. За меня? Есть свет, который помогает человеку прозреть, а ты выбрала тот, который ослепляет. Я стал другом Марии Эмилии. Бываю у нее в гостях. Только представь. Бывают на свете женщины, которые заставляют тебя продвигаться шаг за шагом. Это превращается в игру. Или ты ее поймаешь, или она тебя. Забавная игра. Сначала женщина заманивает тебя в свой дом. Цап. И ты у нее в руках. И всегда найдется простачок, который клюнет. Так произошло с тобой и моей кузиной. Да, но я рад, что она поймала меня в своей сети. Да, но здесь другое. Вы серьезный человек, сеньор. Достойный сын достойного отца. Ты из тех, кто выбирает спутницу раз и навсегда. Алехандро, твой отец пришел. Спасибо, Маруха. Рубен Сгвини. Пришел представитель фирмы-импортера и принес образцы тканей. Папа, привет. Я весь вечер решал проблему морских перевозок. У тебя что-то важное? Да, я хочу обсудить рекламу. Прямо сейчас? А это займет кучу времени. Да, конечно. Я забыл про вечеринку. Ты прав. Отложим это на завтра. Хорошо, завтра. Прямо с утра. Да. Пока. Успехов. Увидимся дома. Я увижу ее снова. Она такая красивая. Такая юная. Такая юная. Что ожидает меня сегодня? Продолжение следует. Посмотри на это. В таком кто угодно будет выглядеть супер. Гучер, я ни за что бы не надел костюм. Даже за деньги. Не будь идиотом. В костюме мужчина смотрится элегантно. Я предпочитаю вот это. Сравнил божий дар с яичницей. Нет, ты только взгляни на эту рубашку. На этот галстук. Ты знаешь, сколько это стоит? И что? Это стоит того. Взгляни на эти ботинки. Хинероса, может быть Лала прав и Гуча попал в дурную компанию? Ну посмотри на часы, а его все еще нет. Лучше поешь. Нет, я не голодна. Не могу ужинать в одиночестве. Все ушли, а бабушка плохо себя чувствует. Нет, на самом деле, ты снова думаешь о нем. Правда. Он придет завтра, и я попрошу у него объяснений. Что это за вечеринка? Почему он не пригласил меня? Будь осторожна с ним, девочка. Продолжение следует...